шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы и тро здесь маше и тро услышал о великих чудесах которые всевышний совершил для нашего народа приходит из медиана встан израильтян вместе женой маше цепорой и двумя его сыновьями и тро дает маше совет установить систему судей и старейшин чтобы облегчить ему задачу управления народом и судопроизводство народ располагается лагерем у горы сина и всевышний сообщает им что он избрал их быть ему народом царством священникам и святым народ в ответ на что народ провозглашает все что бог сказал сделай на сэ в нишма в шестой день третьего месяца через семь недель после исхода весь народ собирается у подножья горы сина бог спускается на вершину горы в звуках грома сверкание молнии столбах дыма и трубных голосах шафара и велит маше подняться всевышний провозглашает десять десять речений заповедующих народу следующий знать и верить в бога не поклоняться идолам не произносить имя бога всу и соблюдать шабу субботу шаббат почитать родителей не убивать не прелюбодействовать не похищать не лжесвидетельствовать не желать чужого имущества народ вопит к маше о том что такое раскрытие божественного для них невыносимо тяжело и чтобы он сам получил тору и передал ее им наша глава дорогие друзья в которой описывается получение торы на горе синай это важнейшее событие нашего народа но она названа и тро чем заслужил и тро такой почет давайте попробуем разобраться и тро был человеком проницательным и умным когда-то он занимал должность советника египетского фараона как и пророк бела известны своими злыми поступками но в то время как билам советовал фараону жестоко притеснять наш народ и использовать их на тяжелой работе и тро предлагал фараону относиться к нему терпимо убедившись что его совет не принят он оставил свою должность при царском дворе покинул египет и поселился в медиане вскоре он стал там главным жрецом и руководителем народа когда же он приходит к маше и тро замечает насколько отличились их повседневные дела от дел обитателей остальной части мира пустыне люди не были заняты выращиванием или изготовлением чего-либо не занимались они и торговли ман выпадающий по утрам обеспечивал достойное количество еды на весь день не требовало времени ни приготовления пищи ни ведения домашнего хозяйства потому что ман можно было есть сразу а облака славы чудесным образом стирала и гладила одежду весь день люди изучали тору и выполняли заповеди толпы народа дорогие друзья собирались вокруг маши аарона и 70 старейшин чтобы послушать слова торы и задать различные вопросы по закону который устанавливал правильные отношения между человеком и его творцом и между человеком и человек и тропа казалось странным дорогие друзья что маши сидит а люди вокруг него стоят он подумал что машине оказывает народом должного уважения заставляя людей стоять из почтения к нему почему ты сидишь как царь спросил он маши тогда как люди пришедшие выслушать твое суждение стоят маши объяснил своему тестью они пришли ко мне изучать тору и поэтому они стоят так как ученикам подобает стоять перед своим учителем торы он посоветовал маши оставайся и далее посредника между народом и всевышним учи людей словам торы и наставляя их как молиться и делать хорошее однако не бери на себя и не возлагай на аарона и старейшин все или все время ответов на вопросы связанные с законом вместо этого назначь над народом судей они будут решать все старостепенные вопросы а тебе останутся только самые важные судьи не должны заниматься больше ничем чтобы люди всегда могли к ним обратиться и трос считал что человек должен обладать следующими достоинствами чтобы стать судьей он должен хорошо знать тору и быть богатым чтобы ему не нужно было никому льстить и отдавать предпочтение одной стороне перед другой он должен быть человеком влияющим побуждающим других поступать правильно он должен иметь страх перед небом или небесами чтобы судить по справедливости это должен быть человек заслуживающий доверие на слово которого люди могут положиться он не должен стремиться к накоплению ни свои ни чужие деньги не должны для него иметь значение у такого человека не появится желание тогда брать взятки и маша прислушался совету своего тести в действительности маша получил повеление от бога назначить судей потом однако это повеление было от него скрыто чтобы уитро появилась возможность дать совет и в награду этот недельный раздел тор назван его имени первоначально итро звали эсер но потом к его имени добавили букву вав так что она превратилась в итро это знак того что он стал евреем принял ки юр и что этот раздел был введен в тору ради него во многих случаях тора добавляет букву к имени человека и это означает что он достиг величия и наоборот в имени человека пропускается буква если он теряет свой духовный статус на самом деле уитро было всего семь имен выражающих его позитивное качество эсер его первоначальное имя когда он был еще не евреем итро это новое имя которое он принял когда стал герам данной ему в честь того что который был добавлен раздел его имени ховав потому что он любил тору хавер потому что он стал другом бога р.в.л. показывающая что он стал любимцем творца и другом народа израиля пути эль означающая что он отказался от идолопоклонничества кейни потому что он был верным последователем творца мы видим что тура является дорогие друзья выражением божественной воли и указывает на характер и форму взаимоотношений между творцом и миром ее можно назвать духовная картина мироздания 1 которая не застывшая картинка неподвижного мира но динамичный план постоянно меняющаяся реальность который указывает на направление к единению со всевышним тора в основе своей дорогие друзья это проявление божественной мудрости в соответственном им мире постижение торы всем разумом и всеми чувствами означает для человека соприкосновение с сущностью всех миров на всех уровнях ибо тора отражает волю и мудрость всевышнего на уровень всех миров в то время как в мире действия божественная воля проявляется в создании материального то есть только в виде окружающей наш нас реальность в этом смысле наш мир который представляется нам царством природных законов крайне ограничен и ограниченность это может быть преодолена лишь человеком наделенным свободой выбора связь между тора и миром подобно связи между идеей и ее осуществлением замыслом и его исполнением и поэтому интеллектуальное постижение торы и эмоциональное погружение в ее означают подчинение своего я божественной воли подчинение тому что может быть обретли определено как замысел творца при создании и мира и человек тот кто погружен в тору является как бы по партнером всевышнего в том смысле что и бог и человек участвуют в процессе осуществления этого замысла этого дорогие друзья уровня и достиг и тро как мы видим из его имен и поступках поэтому наш недельный раздел носит его имя чтобы мы с вами брали с него пример и приближались к творцу давайте же постараемся этого направления следовать и станем друзьями творца и друзьями нашего народа этого я нам всем и желаю браха вас лоха много сил будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан а